Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сказки. Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил. Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по счетчему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре. Там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме «примите уверение в совершенно моем почтении и преданности». Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подьяческой улице на разных квартирах. Имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят, оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось. «Странное ваше превосходительство, мне нынче сон снился», — сказал один генерал. «Вижу, будто живу я на необитаемом острове». Сказал это, да вдруг как вскочит. Вскочил и другой генерал. «Господи, да что же это такое? Где мы?» — скрикнули оба не своим голосом. И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Однако, как не старались уверить себя, что все это не больше как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности. Перед ними с одной стороны растилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось все то же безграничное море. Заплакали генералы и в первый раз после того, как закрыли регистратуру. Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену. «Теперь бы кофейку испить хорошо», — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ними неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал. «Что же мы будем, однако, делать?» — продолжал он сквозь слезы. «Ежели теперь чедоклад написать? Какая польза из этого выйдет?» «Вот что», — отвечал другой генерал. «Пойдите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся. Может быть, что-нибудь и найдем». Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил, «Если хочешь искать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли. «Вот что, ваше превосходительство, вы пойдите направо, а я налево. Это кто лучше будет», — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов, учителем каллиграфии, и, следовательно, был поумнее. Сказано, сделано. Пошел один генерал направо и видит, растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надо бы налезть. Попробовал полезть, ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, увидит. Рыба там, словно в садке на фонтанке, так и кишит, и кишит. «Вот кобыткой-то рыбки, да наподьяческую», — подумал генерал, и даже в лице изменился от аппетита. Зашел генерал в лес, а там рябчики свищут, тетерева атакуют, зайцы бегают. «Господи, еды-то, еды-то», — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить. Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается. «Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь? Да вот, нашел старый номер московских ведомостей, и больше ничего». Легли опять спать генералы, да не спится им натощак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы. «Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища в первоначальном виде летает, плавает и на деревьях растет?» — сказал один генерал. «Да», — отвечал другой генерал. «Признаться, я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром кофею подают. Стало быть, если, например, кто хочет куропаточку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать и жарить. Только как все это сделать?» «Как все это сделать?» — словно эхо повторил другой генерал. Замолчали и стали стараться заснуть. Но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка подрумяненные, с огурцами, пикулями и другим салатом. «Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел», — сказал один генерал. «Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены», — вздохнул другой генерал. Вдруг оба генерала взглянули друг на друга. В глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу, и в одно мгновение око остервенились. Полетели клочья, раздался виск и оханье. Генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их. «С нами крестная сила», — сказали они оба разом. «Ведь эдак мы друг друга съедим. И как мы попали сюда? Кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл? Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет», — проговорил один генерал. «Начинайте», — отвечал другой генерал. «Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?» «Странный вы человек, ваше превосходительство. Но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент, там пишете, а потом ложитесь спать». «Но отчего же не допустить такую перестановку? Сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю». «Да, а я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал. Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать, и спать пора». Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале. «Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться». Начал опять один генерал. «Как так?» «Собственные свои соки будто бы производят другие соки. Эти, в свою очередь, еще производят соки и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся. Тогда что ж, тогда надо бы на пищу какую-нибудь принять». Одним словом, о чем не начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминания об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном номере московских ведомостей, жадно принялись читать его. «Вчера читал взволнованным голосом один генерал. У почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительную. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву на этом волшебном празднике. Тут была и Шекснинская, стерлядь золотая, и питомец лесов кавказских фазан, и столь редкая в нашем севере в феврале месяце земляника. «Тьфу ты, господи! Да неужто ж ваше превосходительство не можете найти другого предмета?» Воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее. «Истулы пишут. Вчерашнего числа по случаю поимки в реке Упея Осетра, происшествие которого не запомни даже старожилы, тем более что в Осетре был опознан частный пристав Б, был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасте кусок зелени. Доктор П, бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. А подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая. «Позвольте ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения!» Прервал первый генерал и, взяв в свою очередь газету, прочел. Из Вятки пишет. «Один из здешних старожилов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи, и, взяв живого налима, предварительно его высечь. Тогда же от огорчения печень его увеличится!» Генералы поникли головами. Все, на что бы они не обратили взоры, все освидетельствовало об еде. Собственно, их мысли злоумышляли против них, ибо как они не старались отгонять представления о бифштексах. Но представления эти пробивали себе путь насильственным образом. И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение. «А что ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?» «То есть как же мужика?» «Ну да, простого мужика, как и обыкновенно бывают мужики. Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы. М-м-м, мужика. Но где же его взять, этого мужика, когда его нет?» «Как нет мужика? Мужик везде есть, стоит только поискать его. Наверное, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает». Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили, как встрепанные, и пустились отыскивать мужика. Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мекинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было. «Спешь ли же, Бог?» Накинулись они на него. «Небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают. Сейчас марш работать!» Встал мужчина и видит, что генерал и строгий. Хотел и было дать от них стричка, но не так и закоченели, вцепившись в него. И начал он перед ними действовать. Полез первонаперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблок, а себе взял одно кислое. Потом покопался в земле и добыл оттуда картофелю. Потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал селок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришло даже на мысль, не дать ли и тунеядцу частичку. Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали. «Вот как оно хорошо быть генералами! Нигде не пропадешь!» «Довольно ли вы, господа генералы?» — спрашивал между тем мужичина лежебок. «Довольно, любезный друг! Видим твое усердие!» — отвечали генералы. «Не позвольте ли теперь отдохнуть?» «Отдохни, дружок! Только свей прежде веревочку!» Набрал сейчас мужичина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял, и к вечеру веревка была готова. Эту веревку генералы привязали мужичину к дереву, чтобы не убег, а сами легли спать. Прошел день, прошел другой. Мужичина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге, между тем, пенсии их не все накапливаются да накапливаются. «Как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение, или только так, одно иносказание?» говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавший. «Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки?» «Стало быть, и потом был, и потом был, потому что в противном случае как же было бы объяснить существование допотопных зверей, тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют, а не почитать ли нам «Московских ведомостей»?» сыщут номер, усядутся по тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе или в Рязани, и ничего не тошнит. Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали. «Что-то теперь делается под Яческой, ваше превосходительство!» спрашивает один генерал другого. «И не говорите, ваше превосходительство, все сердце изныло!» отвечает другой генерал. «Хорошо-то, но хорошо здесь, слова нет, а все, знаете, как-то неловко барашку без ярочки, да и мундир тоже жалко! Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса, так на одно шитье посмотреть, голова закрушится!» И начали они нудить мужика. «Представь, да представь их в Подьяческую!» И что ж, оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед, пиво пил, пусть сам текло, в рот не попало. «А ведь мы из Подьяческой генералы!» обрадовались генералой. «А я, коли видели, висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стену краской мажет, или по крыше, словно муха ходит. «Это он сам и я и есть!» отвечал мужик. И начал мужик на бабах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, тунеядца, жаловали, и мужицким его трудом не гнушались. И выстроил он корабль, не корабль, а такую посудину, чтобы можно было океан моря переплыть, вплоть до самой Подьяческой. «Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас!» — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью. «Будь спокойны, господа генералы, не впервой!» — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду. Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавший, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство, этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет, да гребет, да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и Нева, матушка, вот и Екатериненский славный канал, вот и Большая Подьяческая. Сплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сыты, белые да веселые. Напились генералы кофью, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли, и того ни в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике они забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужичина. Пропала совесть. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. И никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, как будто неслись. Ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься. И настоящее, и будущее все казалось так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим о пропаже совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... Ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которая приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий мир и радоваться. Мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движение, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились. Пошли грабежи и разбой. Началось вообще разорение. А бедная совесть лежала между тем на дороге истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя. Всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу в надежде получить за нее шкарик. И вдруг он почувствовал, что его пронзила словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности. Потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправды. Воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем сам с собой проснулся суд. Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает. Он до того подавлен в ставшую перед ним картину его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно больнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи, вихрь ничтожную былинку. Что такое его прошлое? Почему он прожил его так, а не иначе? Что такое он сам? Все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшую бессознательностью. Иго строила его жизнь. Под Игом родился он, под Игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание, да на что оно ему нужно? Затем ли оно пришло, чтобы безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? Затем ли, чтобы погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее? Затем. Продолжение следует...